Здравствуйте, дорогие любители латинского языка! Продолжаем с вами лекции по грамматике. С вами Елена Анатольевна Лысак, я преподаватель Московской государственной юридической академии. Сегодня мы с вами поговорим про причастие. Причастие в латинском языке – это именная форма глагола, имеет признаки глагола и прилагательного. Признаки глагола такие, как время, залог, возвратность, а как прилагательное может склоняться по падежам и по числам и согласуется с определенным существительным или местоимением. В латинском языке мы встречаем три причастия. Participium presentis activi – причастие настоящего времени активного залога. Participium perfecti passivi – причастие прошедшего времени пассивного залога. И Participium futuri activi – причастие будущего времени активного залога. Давайте поподробнее поговорим про каждый из них. Начнем с причастия настоящего времени активного залога. В настоящем времени и в активном залоге образуем прилагательное от глагола. Например, глагол делать – какой? Делающий. От глагола читать – читающий. Писать – пишущий. Чтобы образовать такое причастие в латинском языке, у глагола нужно найти основу инфекта. Для этого мы у четвертой формы глагола отбрасываем окончание ре. То, что остается – это основа инфекта. К ней прибавляется суффикс –нт в именительном падеже единственного числа –нс у первого и второго спряжения, суффикс –энт в именительном падеже единственного числа –энс у третьего и четвертого спряжения. И к этой конструкции прибавляются окончания, как у прилагательных третьего склонения одного окончания. То есть склоняется причастие настоящего времени активного залога по третьему склонению. Давайте посмотрим на примере, как это происходит. Возьмем глагол муту, мутави, мутату, мутары. Основа инфекта – мута. Переводится этот глагол «менять». Образуем причастие на русском языке «меняющий». Чтобы образовать на латинском языке, к основе инфекта мута прибавляем суффикс –энэс в именительном падеже –мутанс и суффикс –энт в родительном падеже –мутант. И окончание –ис родительного падежа третьего склонения. Мутанс – мутантис. Получаем форму прилагательного третьего склонения одного окончания. Мутанс – мутантис. Мутанс – именительный падеж, мутантис – родительный падеж. Основа слова «мутант». Говорящее слово, не так ли? Понятно теперь, откуда пошло название «мутанты». «Президио», «презеди», «презессум», «президере», «председательствовать». По-русски «причастие настоящего времени» образуем и скажем, какой «председательствующий», а по-латински «к основе инфекта» прибавим суффиксы «нс», «нт», окончание «из», получаем слово «президенс», «президентис», «основа президент», и теперь понятно, откуда берет начало универсальное слово «президент». Следующий глагол, третье воспряжение, «аго, эге, актум, агере», «действовать». «Действующий» получаем слово «агенс», «агентис», «основа агент». Практически «агент» с латинского языка переводится как «действующий», «выполняющий какие-то указания человек». Глагол четвертого воспряжения, «аудио», «аудиви», «аудитум», «аудиры». «Слушать», «слушающий» получаем «аудиенс», «аудиентис». Именно от этого слова произошло слово «аудиенция». Вот таким образом мы с вами образуем «причастие настоящего времени» активного залога. И дальше они склоняются по третьему склонению. Далее. «Причастие прошедшего времени пассивного залога». В русском языке мы такое причастие образуем следующим образом. От глагола «делать» это будет «сделанный», «писать» – «написанный», «читать» – «прочитанный» и так далее. То есть «сделанный кем-то и в прошедшем времени». В латинском языке мы должны к основе «супина» прибавить окончание прилагательных первого-второго склонения «ус», «а», «ум». Основу «супина» мы находим у третьей глагольной формы. Отбрасываем окончание «ум». Давайте посмотрим на практике, как это делать. Возьмем глагол «акуза», «акузави», «акузатум», «акузары». Обвинять по-русски «причастие прошедшего времени пассивного залога» будет «обвинённый», «обвинённая», «обвинённая». По-латински основа «супина», «акузат» и окончание «ус», «а», «ум», «акузатус», «акузата», «акузатум». Глагол «дико», «дикси», «диктум», «дицере» говорит «сказать». Сказанный получается «диктус», «дикта», «диктум». Глагол «пунё», «пуниви», «пунитум», «пунире» – «наказывать». Наказанный, наказанная, наказанная. К основе эффекта прибавляем окончание «ус», «а», «ум», «пунитус», «пунита», «пунитум». Глагол «релего», «релегави», «релегатум», «релегары» – «изгонять» или «ссылать». Соответственно, «изгнанный» получается «релегатус», «релегата», «релегатум». Теперь будете знать, откуда пошло слово «релегат» и что оно вообще обозначает. И последний вид причастия – причастие будущего времени и активного залога – «participium futuri activi». В русском языке мы такой аналог не встречаем. Однозначно его перевести можно двумя словами – «собирающийся в будущем что-то сделать». Чтобы у вас это слово отвечало на вопрос «какой?» и относилось к будущему времени, как глагол был в активном залоге, собирающийся сам что-то написать, что-то прочитать, что-то построить и так далее. Чтобы образовать в латинском языке такой вариант причастия, мы опять берем основу супина, прибавляем суффикс – «ур» и опять прибавляем окончание первого-второго склонения – «us», «a», «um». По форме это причастие напоминает причастие прошедшего времени пассивного залога. Только в серединке вы видите суффикс – «ur». И если вы при переводе текста встретите слово, которое оканчивается как прилагательное первого-второго склонения, но основа у него глагольная, а в середине еще есть суффикс – «ur», пусть вам на «um» сразу приходит слово «futurum» с тем же самыми буквами «ur». И тогда вы вспомните про причастие будущего времени и, скорее всего, попадете в точку. И если вы будете свое слово переводить как «собирающийся что-то сделать», то переведете его совершенно правильно. Давайте попробуем, потренируемся на конкретных глаголах. Например, слово «lego, legi, lectum, legere» – «читать или собирать». Именно отсюда взяла название всемирно известная компания по производству кубиков лего. Если вы хотите сказать «собирающийся прочитать» или «собирающийся собрать», вы скажете «lecturus, lectura, lecturum». В общем-то, слово «lector» тоже происходит из этого корня. Слово «dico, dixi, dictum, dicere» – «говорить». Собирающийся сказать – получаем «dict», суффикс «ur», окончание «us». «Dicturus, dictura, dicturum». Обратите внимание, суффикс «ur» всегда долгий. Мы видим в этом слове слово «dictor». Глагол «cura, cucuri, cursum, curere» – «бежать». Собирающийся пробежать – получаем «cursurus, cursura, cursurum». И видим слово «cursor». И возьмем еще одно слово «писать» – «scribo, scripsi, scriptum, scribera». Собирающийся написать – получаем «scripturus, scriptura, scripturum». И вот таким образом вы можете поработать с любым глаголом. Я вам советую потренироваться и научиться на практике прибавлять соответствующие суффиксы, окончания и получать разные причастия в латинском языке. На этом я с вами прощаюсь. Ваша Лена Анатольевна. До новых встреч!